Я постараюсь вернуться в рамки рекламента, хотя мог бы говорить целый час, тем более после такого замечательного выступления Евгения Евгеньевича. С самого начала хочу напомнить слова, которые на слушании наших экспертов внутренних партии рассказал все время наш выдающийся сторонник, говоря от премии Ростова Владимира Меньшова. О, за тот вопрос. Объясните мне, вот все эти ЕГЭ, цифровизация, баланская система, ученикам не нравится? Учителям не нравится? Родителям не нравится? А зачем? Выслушал какой-то гитарический вопрос, я нашел на него ответ. Ну, по крайней мере, эмоциональный. Вот представьте себе, знаете, что такое счастье? Я всегда отвечал молодежи, что счастье это когда ты получаешь зарплату за любимую работу. Но теперь у меня другой ответ. Представьте себе, мы все с вами просыпаемся в понедельник, включаем телевизор, радио, интернет, новостные ленты, и там одна и есть новость. Вот вся эта реформаторская билиберда 91-го года отменяется. И мы возвращаемся к нормальной школе. И я уверен, что у нас индекс счастья в стране зашкалит за 100%. Потому что счастье, а я, например, внуков, я с ужасом жду, когда мои внуки пойдут в эту школу. Их же беречь надо. Теперь о флозунках коротко, тезисом. Вот поправка, которая сегодня на присподходе Захаркин, как он говорит Сергей Михайлович, вам уже это сообщил, это очень важная поправка, но это просто заглушка. Она ничего не поменяет. Она не допустит усиления негативных тенденций. И сегодня реально политические партии, представленные государственные люди могут заниматься только этим расставлением заглушек, чтобы хуже не стало. Почему? У меня вот такой есть образ. Вот это все, поправки, это как Брестская крепость. Но Брестская крепость воюет, а фронт ушел. Лавина врага давно у нас за спиной. И она катится в Москве. В Москве еще не было в системе образования, она еще впереди. Брестская крепость нужна и должна стоять. И честь и хвала тем специалистам, тем политикам и депутатам, и сенаторам, которые эти покравки проводят, протаскивают. Хотя есть у нас одна партия, замечательная, совсем недавно уже в Сувенибе России вносила предложение по стеке на дневнике. Ну, партия власти забаллотировала эту идею. Потому что, опять-таки, у нас спрашивают, а чем заменить? Я предлагаю лозунг для нашей партии, для объединения родителей, для учителей на самом деле. Лозунг очень простой. Это парафраз из Владимира Чаренина. Нам нужен шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Мы должны вернуться к тому моменту нашей истории, когда школа действительно была на память. И в этом нет никакого репроградства. И не надо мне рассказывать, что нельзя два раза войти в одну воду. Это не в одну воду. Это два раза сделать смелое политическое решение, и чтобы вся страна это исполнила. У нас в 20-е годы прошлого века определенная часть большевистского руководства, точнее так, не большевистского, а руководства ВКПБ, занималась таким социальным авангардизмом. Любили они такие штуки, там, марш голых, там, обосчисление жен. Один из ключевых педологов того времени, я думаю, что по педологию вы все знаете, да? Это смесь марсизма и эфренизма. Ведущий педолог, обожаю это, кстати, Аарон Залкин. Он же автор знаменитых «12 половых заповедей революционного пролетариата». Вот это планеты, которую вы в этой фиге занимались. Покровителем всего этого был товарищ Тетроцкий. А теперь все очень просто. Самый знаменитый мем товарища Тетроцкого – это перманентная революция. И что запускают наши вот эти псевдореформаторы? Перманентную реформу. Реформы каждый год. Причем мы выкинули из школы воспитательную функцию. Мы теперь воспитываем образованного потребителя, которого нужно только до 100 считать. Теперь мы в следующем году будем вводить заместителя Тетроцкого школы воспитательной части. Ну, тут уж бред какой-то. Это и есть перманентная реформа, которая разрушает школу. Начинать надо не с вузов. Это при партии Милоконова. Начинать надо с начальной и средней общей образовательной школы. Массовой школы. Не с элитной школы, а именно с массовой. Это уже было. Когда... Дискусно. Когда... Можно продолжать, конечно. Когда социальный мангардизм закончился, я вам скажу. Тушу закончил на приблизительно 30-м, 31-м году. Начиная с 30-го года по 36-й каждый год в августе-сентябре выходили постановления ЦК ВКПП, посвященные школе. Причем это были об учебниках, о программах, о дисциплине. Сейчас, чтобы вернуться в нормальное состояние, нам нужен золотой ключик. Потому что вся система, 30 лет, гигантский срок на шангопоправки, на самом деле. Уважаемые коллеги, помните, что реформы эти начались в 70-х годах. Когда мы говорим о Советском школе, у нас есть три Советской школы. Есть 20-е годы, социалангард. Есть, начиная с 70-х годов, уже по западным лекалам стать школу переделывать. Я, потерпевший эту школу, например. И была школа, которая дала нам все, что перечислял Захар. Короткий перил, который закончился. В 44-м году Академик Потемкин выдал ту самую систему оценок, по которой мы все учились. Что такое пятерка, четверка? Это 44-й год. Война еще идет. В три раза заклад учителям во время войны были повышены. Вот так в школе относятся. Сталин лично возглавил отдел школы ЦК ВКПБ. Лично. И все эти постановления ЦК ВКПБ до 36-го года выходили с его правками. И начал, знаете, с чего? С дисциплины. Я, когда читаю, плачу. Потому что это 32-й год. Когда написано? Это постановление ЦК ВКПБ. Вменить в обязанность заведующим школам и педагогам провести настойчивую воспитательную работу, борясь с нарушениями, с нарушающими порядок в школе, проступками учащихся. А неисправимых изучающихся, хулиганствующих и оскорбляющих учащих персоналов, оскорбляющих учителей. 32-й год, включая наш телевизор, регулярные истории и бросают многими телефонами и бьют учителей все что угодно. Потому что, чтобы разрушить большую систему, нужно одно решение. Приказ номер один Керенского, помните? И не стало российской армией. Один приказ. Когда мы ввели демократию в школе, когда он в нашей школе главным стал ребенок, мы разрушили школу. Один приказ. Собрать обратно. Одним приказом такого золотого ключа у нас нет. Огромное количество людей его искали. Ни в экономике, ни в армии. Это систематическая работа. Но для того, чтобы она началась, сначала должно быть политическое решение. Потому что, начиная с 70-х годов, и особенно начиная с 90-х, разрушены программы. Забыты классические правила русской национальной школы, начиная с 18-го, на самом деле. Вместо 3 из них, очень коротко. Первое. Учебная программа должна участвовать возраст ребенка. Следовательность курсов и предметов не затаскивает высшую математику в 6-й класс. Это к хаосу приводит в школе. А хаос это и есть. Цель наших так называемых реформаторов. Вот я записал себе один вопрос. Один из них писал. Вот здесь. Ведь когда мы с вами говорим, я сейчас более шеркополитические рамки говорю. Потому что, на самом деле, ключ находится здесь. В нашей государственной политике. А не в том, чем каждый день занимается министерством просвещения или министерством образования науки. Потому что это может быть гватание дых, затыкание, установка заглушек, не поменяется система. Там нужно коренным образом поменять эту систему. Вернуть в нормальную школу нормальным людям. То есть, мы должны понимать, в чем цель наших так называемых транскистов. Ну, я сейчас четко делю. Есть транскисты, которые занимаются преманентной ее формой. Есть сталинисты, которых есть шанс, как уже один раз был сделан, вернуть школу. И тогда мы снова полетим в космос и сделаем еще такую ракету, какую не было бы. Станять замесли. Я еще год назад его не понимал. Я думал, что они просто такие маньяки. Вот мельцов гоним, гоним, ломаем, крушим, строим снова. Скучно жить, что ли? Я не знаю. А базисом нормальной школы является стабильность, стабильность и постепенность. И так, ну, а не это гонкое внесение туда хаоса. И гумы ребенка то же самое. Так вот, теперь я понимаю эту цель. И, кстати, независимо даже, к сожалению, от того, какой устроен у нас социально-экономический. Целью является сегрегация. Нормальная школа будет для избранных. И она будет нормальная. А для массовой школы это библизация и дебилизация. Потому что по-прежнему нужны тупые потребители. Винтики. Если не верите, я вам приведу цитату классики. И все, заканчиваю. Извините, что-то все брало. А хотел быть уложиться. Тротский строил нового человека. Совместим подходы Марса и Фреда к человеку и обществу. Один из его подчиненных. Цитата. Производство нового человека. Это в отношении школы речи. Министр образования. Производство нового человека параллельно с производством нового оборудования. Которое идет по хозяйственной линии. То есть человек как некий рабочий инструмент. Ну и то есть парень, который в то время тоже был краскистом. Нам сейчас свои силы нужно устремлять на то. Слушайтесь тексты. Это узыкованные тексты. Чтобы в кратчайший срок произвести определенное количество квалифицированных рабочих. Специально вышкаленных машин. Которые можно было бы сейчас завести и пустить в общий оборудование. Вопросы есть? Вот такие биообъекты и цифровые аватары. Из подавляющего большинства детей нашей страны. Нужны этим троцкистым реформаторам. А мы их остановим.